Спейсшип Нептун В настоящий момент посещение космоса — непозволительная роскошь, и Space Perspective является компанией, подтверждающей это своим проектом Спейсшип Нептун. Проект подразумевает запуск герметичной капсулы с воздушным шаром, в которой одновременно могут находиться до восьми пассажиров и один пилот. Подниматься капсула будет на высоту до 30 тысяч метров, а общая длительность этого удивительного путешествия составит около шести часов, во время которых пассажиры поднимутся к самому краю земной атмосферы и смогут увидеть то, чего не видела и не увидит подавляющее число людей на Земле. Причем приземление капсулы будет прямо в воду, что тоже будет довольно интересным опытом. Представители компании заявляют, что полет легко перенесется пассажирами и будет комфортабелен, так как капсула плавно поднимается воздушным шаром без высоких перегрузок. Разумеется, около шести часов путешествия нужно чем-то заниматься, помимо просмотра окружающих видов, поэтому создатели обещают, что капсула будет оборудована сиденьями, баром с закусками, а также ванной комнатой. Ну и стоимость, конечно, будет немаленькой. Путешествие в космос обойдется в 125 тысяч долларов за одно место, а это явно недоступная для большинства цена. Но вообще за такой опыт на самом деле справедливо платить большие деньги. AC-STEP Лестница может стать опасным испытанием для людей, которые имеют сложности с передвижением, поэтому можно просто установить вот такое приспособление, чтобы облегчить подъем и спуск, а также обезопасить себя от различных травм. AC-STEP – это универсальный помощник, который подойдет для любого дома. Это возможно благодаря конструкции, которая позволяет установить приспособление как на прямые лестницы, так и на изогнутые, а также благодаря дизайну, который впишется в любой, даже самый необычный интерьер. Также AC-STEP может использоваться медицинскими работниками, такими как эрготерапевты и физиотерапевты. Основное назначение приспособление в данном случае – это обучение пациента в ходьбе по лестнице в безопасной и поддерживающей манере, например, после инсульта. Использовать девайс довольно просто, благодаря элементарной конструкции. По сути, AC-STEP – это поручень, который крепится вдоль стены, плюс ручка, расположенная перед пользователем. Человеку просто необходимо взяться за нее, и подъем станет невероятно прост. Было бы неплохо использовать подобные приспособления и где-нибудь помимо дома. Например, AC-STEP отлично бы подошел для лестницы «Флорли» в Норвегии. Эта лестница состоит из 4444 ступеней и уходит вверх более чем на 800 метров. Асэнто Группа студентов-инженеров из исследовательского института в Цюрихе создала самобалансирующего двуногого колесного робота, который еще и умеет прыгать. При передвижении по ровной поверхности он быстро и эффективно катится на колесах. Но когда он встречает препятствия, то начинается самое интересное. Асэнто останавливается, приседает, а затем подпрыгивает вверх и вперед. Таким образом он может даже подниматься по лестнице, так что робота можно с уверенностью назвать практически вездеходным в городских условиях. Вездеходным Асэнто можно назвать еще и потому, что благодаря своим ногам, которые могут сгибаться независимо друг от друга, он может спокойно держать равновесие при передвижении по неровной поверхности. А еще робот устойчив, так как он может оставаться на ногах при ударе с одной стороны и даже вставать после падения. Маленький ездящий прыгун еще и очень умен, так как может работать в полностью автономном режиме, используя лидар, встроенные камеры и светодиодные фары для определения местоположения. Асэнто также может самостоятельно встать на зарядку, так как способен обнаружить специальный зарядный столб. Робота можно использовать в целях инспекции, наблюдения или доставки грузов. Причем все это Асэнто делает довольно неспешно, его скорость составляет 12 км в час. Для патрулирования этого достаточно, но вот для доставки в определенных ситуациях может быть мало. Система очистки рек Нынешние системы очистки воды – это высокотехнологичные устройства, напичканные большим количеством электроники. Но есть варианты и куда проще, но при этом они не менее эффективные. Например, разработка компании МОЛД. Это элементарная система, представляющая собой ряд плавучих устройств, расположенных по диагонали русла реки и позволяющих перехватывать наводные пластиковые отходы для транспортировки их в специальное хранилище. Механизм действия системы очень прост. Устройства крутятся, тем самым передавая отходы друг другу, пока мусор не попадет в нужное хранилище. Интересно, что система работает исключительно на энергии, которую получает от течения реки, поэтому ей не нужно никаких дополнительных источников питания. Это позволяет системе работать автономно 24 на 7. Вмешательство людей необходимо только когда попадается слишком крупный мусор, мешающий работе устройства. Система очистки не производит никаких отходов, а поэтому не оказывает никакого воздействия на экосистему. Еще одним плюсом является то, что система масштабируема, можно подобрать размер и количество устройств. Таким образом очистить от отходов с помощью этой системы можно реку абсолютно любой ширины. Раскладной телевизор Телевизоры от компании C-Seed – это новое слово в плане трансформации и компактности. Например, у компании есть уличный телевизор с диагональю 144 или 201 дюйм. Время установки составляет 4-5 дней, после чего телевизор оказывается спрятанным в боксе купе и ожидает активации простым нажатием кнопки на пульте управления. На весь процесс развертывания телевизору нужно около 1 минуты 15 секунд. 30 секунд телевизор поднимается и 45 секунд 5 или 7 массивных панелей разворачиваются, формируя единую плоскость. При этом дисплей можно поворачивать на 90 градусов влево или вправо, или на 180 градусов только в одну сторону. После использования можно также нажать на кнопку и телевизор снова спрячется в свой бокс. Гардбот На первый взгляд, то, что вы видите на экране, похоже на мяч. Однако перед вами роботизированная система Гардбот. Система далека от обычного шара с камерами. Это самый настоящий разведчик, внутри герметичной сферической конструкции которого размещается большое количество разной аппаратуры. С помощью нее Гардбот может не только проводить разведку, но еще и заниматься обнаружением самодельных взрывных устройств или химических веществ. Робот-шар универсален настолько, насколько это можно себе представить. Система является самой настоящей амфибией, так как умеет передвигаться как по воде со скоростью 6,5 км в час, так и по суше, где скорость достигает уже 10-20 км в час. В зависимости от выполняемых задач и существующих условий Гардбот может перевозить различную аппаратуру, а также быть либо автономным, либо под управлением оператора. Гардбот еще и очень устойчив, так как может работать в диапазоне температур от плюс 40 до минус 30 градусов. Двигается Гардбот за счет изменения центра тяжести в обратном и прямом направлении, а также при поворотах на 360 градусов, а его система управления позволяет планировать маршруты и последовательность выполнения задач. Работа аппаратуры и передвижение обеспечивается двумя электродвигателями и четырьмя литий-ионными аккумуляторами, которые позволяют Гардбот без перерыва выполнять задачи в течение 18 часов. Им осталось только приделать голову, перекрасить и получится точь-в-точь BB-8 из «Звездных войн». Джетси Глайдер Стартап Джетси был основан в 2021 году трехкратным чемпионом по высшему пилотажу и аэрокосмическим инженером, что определенно нашло отражение в созданном дроне. Так, Джетси Глайдер — это беспилотник вертикального взлета и посадки с фиксированным крылом, который может летать на расстояние до 120 километров и имеет время автономной работы до 75 минут на высоте до 2428 метров. Беспилотник не просто летит по назначенному маршруту, а постоянно следит за тем, что происходит вокруг с помощью пяти различных датчиков ситуационной осведомленности, в том числе лидара. Глайдер может доставлять груз традиционными способами, приземляясь или же сбрасывая на парашюте. Но создатели придумали особый механизм, который можно назвать действительно инновационным. С помощью него беспилотник может доставлять груз, например, прямо к окну. Этот механизм называют почтовым ящиком, и он подразумевает под собой установку специального алюминиевого крепления стоянки для глайдера, к которому он прицепляется, когда прибывает для передачи груза. Такая возможность обеспечивается как раз благодаря способности дрона к вертикальному взлету и посадке, а также неподвижным крыльям. Джетси-глайдер полезен не только как безопасный аппарат для доставки там, где наземные возможности ограничены или неудобны, но и позволяет быстрее получать важные грузы конкретным людям в определенном месте. Наверняка именно о таком беспилотнике мечтают жители удаленных, изолированных уголков планеты, особенно когда дело касается жизненно необходимых грузов вроде медикаментов. Резервуар-подушка Специальный резервуар-подушка для хранения различных жидкостей – это изобретение, которое своим видом необычно, а своей функциональностью реально полезно. Нет необходимости строить большие стандартные резервуары для жидкостей, нет нужды распределять большие объемы по множеству небольших емкостей. Это то, о чем хороши резервуары-подушки. Они легко складываются в рулон, легко транспортируются, а после заполнения расширяются и принимают форму доступного пространства, будь то плоская поверхность или ограниченное пространство. Все это позволяет использовать их в самых разных условиях и ситуациях, к примеру, на удаленных объектах, где как раз-таки возведение нового стандартного резервуара – это слишком затратное и долгое занятие. Резервуары-подушки также могут заполняться различными жидкостями. В них может храниться вода, топливо, химикаты и другие жидкости. Для того, чтобы резервуары такого типа не вступали ни в какую химическую реакцию с жидкостью, производятся они из подходящих материалов. При этом гибкие резервуары могут хранить в себе совершенно разные объемы жидкости. Это может быть и 1000 литров, и 20 000 литров. Все это говорит о высоком уровне универсальности этого изобретения. P1 Max и P1 Mini Чистка бассейна – это очень долгий и трудоемкий процесс, но если использовать специальных роботов от компании Light 100, то можно даже особо не задумываться об этом деле. Робот P1 Max с помощью двойной роликовой щетки может очистить бассейн площадью 180 метров квадратных от листьев, гравия, отбросов и многого другого за 90 минут. Это действительно потрясающий результат, если учитывать, что он очищает даже стены бассейна, а не только дно. Причем благодаря ультразвуковой навигационной системе робот с легкостью определяет свое положение в режиме реального времени, что по итогу позволяет планировать эффективный маршрут очистки и охватывать всю площадь бассейна. 90 минут автономной очистки бассейна обеспечиваются аккумулятором емкостью 9800 мАч, а зарядить его можно за 4 часа. Есть у P1 Max и младший брат P1 Mini. От Max версии он главным образом отличается своим аккумулятором, а также тем, что не может очищать стены. Аккумулятор здесь имеет емкость 2300 мАч и работает робот 60 минут. Из-за этого он идеален для использования в бассейнах размером не более 50 квадратных метров. При этом оба робота беспроводные, поэтому не нужно беспокоиться о подключении кабеля питания, запутывании шнура или риске короткого замыкания. Просто включаете робота и помещаете его в бассейн. Хуки Это фитнес-инструмент, который просто поражает своей универсальностью. Доступно более 100 различных упражнений для всего тела. С помощью него можно заменить гантели, стойки для приседаний, тренажеры Смита, грибные тренажеры и многое другое. Поэтому хуки – это просто идеальный вариант для домашних тренировок. Стоит отметить, что максимальное сопротивление, которое может создавать приспособление – это 45 килограммов. Поэтому для тренировок с большими весами все же нужно идти в спортзал. Этот тренажер удобен не только своей универсальностью и компактностью. Так, его вес составляет всего 2,5 килограмма, что позволяет брать его с собой куда угодно. А аккумулятора емкостью 3000 мАч хватает на 10 тысяч циклов сжатия-разжатия. Поэтому на одном заряде можно провести далеко не одну тренировку. Есть и приложение Компаньон, в котором доступны инструкции по выполнению упражнений. Лекс Это изобретение для людей, которые готовы выглядеть чуть нелепо, но зато никогда не нуждаться в стуле или любом другом сиденье. С ним можно присесть где угодно и когда угодно. По сути, девайс представляет собой алюминиевые ножки, которые можно в любой момент разложить и превратить в стул. Компания-производитель заявляет, что Лекс это еще и удобное приспособление для коррекции осанки. Такие слова обосновываются тем, что это изобретение своего рода экзоскелет, который помогает держать спину в правильном положении как сидя, так и стоя. А еще в комплекте идет небольшая платформа, на которую можно опирать рюкзак, что снижает нагрузку на позвоночник. Хайдрас Существует множество подводных автономных исследовательских аппаратов, но Хайдрас — это более компактный и менее дорогой вариант. И это подтверждается его размерами 47 на 26 на 26 сантиметров, а вес составляет всего 6,7 килограмма, что вообще никак не сравнится с тем, что из себя представляют другие водные роботы. Такого миниатюрного исследователя глубина можно даже перевозить в качестве багажа на коммерческих транспортных судах. Рекорды скорости под водой он, конечно, не бьет. Аппарат достигает максимальных 7 километров в час благодаря 7 бесшарнирным электрическим двигателям. Но нужна ли большая скорость для подводного исследования? Здесь главное — необходимое оборудование. И в этом плане Хайдрас может предложить достаточно. У подводного робота есть инструменты для сбора данных по электропроводности воды, ее температуре, глубине. Все это записывается на бортовой жесткий диск. Для наблюдения и съемки у Хайдрас есть камера, которая снимает в формате 4К, а также прожекторы с суммарной яркостью в 20 тысяч люмен. Есть у него и встроенный оптический модем для передачи данных на расстояние около 10 метров в реальном времени на судно-носитель. Удаляться от точки своего старта Хайдрас может на расстояние до 9 километров, а погружаться до 3000 метров. При этом одного заряда литиевого аккумулятора хватает примерно на три часа работы. В целом этого достаточно для не особо продолжительных исследований различных объектов на средней глубине, а также для исследований воды на загрязнение. Строительные роботы Эти роботы – изобретение, которое позволяет существенно сократить использование человеческого труда на стройке. Они могут залить бетон, покрасить стены, замерить внутренние помещения, шлифовать различные поверхности и многое другое. Как бы хорошо человек не делал что-либо, всегда найдется робот, который сделает это лучше, да еще и предоставит возможность не подвергаться риску во время опасных работ. Например, использование роботов для работы на наружных стенах высотных зданий – это очень важное достижение, так как это одна из самых опасных работ в строительной отрасли. Здесь роботы просто незаменимы, потому что не подвержены человеческому фактору. У них нет риска упасть из-за своей ошибки. Плюс роботы делают все быстрее и эффективнее. Так, к примеру, на покраску наружной стены площадью около тысячи квадратных метров у рабочих уходит 12-15 часов, а один робот сделает работу за 2-3 часа. Человек-рабочий на стройке с подобными роботами превращается в оператора и планировщика. Ему нужно лишь взять планшет и расписать инструкцию роботу, после чего он автоматически выполнит всю работу.